Во многих игровых задачах помогает симметрия. Вы за первым делаете туда вот этот ход. Отлично. А теперь я объясню, что я буду делать. Я на любой ее ход буду отвечать. Сейчас увидите, как. Скажите, что происходит. Я поддерживаю осевую симметрию. То есть она удорушила симметрию, а я сейчас ставлю крестик, а симметрию восстановлю. Между прочим, она может ходить в любую половину доски. Мне это все равно. Не обвязайте влево. То есть вы почему-то все время туда ходите, а на самом деле точно так же могу пойти сюда. Все равно я смогу восстановить симметрию. Можно же... Стоп, уже нельзя. Ты уже привыкешь. Можно же... За линию можно же. Можно же за линию. Это, пожалуйста. Идея осевой симметрии. Куда бы она ни сходила, она нарушит симметрию. Вообще не успевает. Она поиграла. Она поиграла. Сюда нельзя. Ну, в уголке. Наверху. В уголке. Пожалуйста, пожалуйста. Можно же за линию заходить. В уголке. Нельзя. Буду уголкнуть. Все? В уголку. Остается все меньше и меньше, хотя еще и есть. Вверху. Вставим клетку с угла. Вверху. 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 Ребята, на самом деле, у нее совсем не так много осталось времени. Дайте ей проявить самостоятельность. Отлично. Отлично. Симметрия опять восстановилась. Это смайлик. Смайлик. Спасибо. Вне зависимости от того, как бы она ходила, я после каждого кода создаю симметричную позицию. Заметьте, я, в принципе, мог точно так же делать симметрию не относительно этой оси, а относительно горизонтальной оси, пожалуйста. Но уж если я принял решение поддерживать какую-то симметрию, то я ее вот так же буду поддерживать, поддерживать. И, соответственно, удивительно, насколько велико количество задач, в которых идея симметрии помогает. На самом деле это не какое-то чудо, а это из-за того, что как только симметрии на самом деле нет, то в огромном количестве ситуаций просто мы не умеем ничего делать. То есть есть огромное количество игрок, которые не решаются. Ну, например, самая такая известная игра «Шахматы». Понятно, что там тоже есть выигрышная стратегия. Ну, или, может быть, ничего в любом случае сводится игрок. Когда мы это не знаем, понятно, что, в принципе, там есть самый-самый-самый лучший ход. Но перебор в шахматах абсолютно невозможен. А симметрия там тоже не помогает, потому что подостраивает. Очень быстро становится несимметричный во время игры. И, соответственно, мы не знаем. Вот есть подозрение, что белым в шахматы играть лучше. Но доказательств этому нет. Может быть, это ничью. А может быть, и вообще удивительным образом окажется, что черным лучше. Потому что мы его знаем.